Послание президента народу Казахстана давно сложившаяся традиция, а с прошлого года в новом формате. Нурсултан Азарбаев лично анонсирует ключевые моменты послания в эфире казахстанских телеканалов, после чего обращения главы государства публикуют в печатном виде. А вот ключевые моменты послания из года в год остаются неизменными. Экономика, социальная сфера, внутренняя и внешняя политика. Текст обращения понятен для всех и касается каждого. Начал президент с инноваций. Четвертая промышленная революция уже началась, и нам необходимо осваивать нанотехнологии, квантовые вычисления и работать над созданием искусственного интеллекта. Важнейшим вопросом становится развитие собственной экосистемы разработчиков цифровых и других инновационных решений. Она должна выкристаллизовываться вокруг инновационных центров, таких как Назарбаев университет, МФЦА и Международный технопарк IT-стартапов. Серьезного пересмотра требует организация деятельности парка инновационных технологий «Алатау». Новые технологии могут создать, с одной стороны, большие возможности, с другой – потенциальную угрозу, в том числе и риски масштабного высвобождения рабочей силы. Президент это понимает и поэтому говорит о необходимости введения согласованной политики по трудоустройству. Современные технологии были упомянуты и в следующем пункте послания. Проведение в Астане выставки «Экспо» показало, как развиваются в мире зеленые технологии – энергоэффективность, энергосбережение и экологичность. Вот на что нужно обратить внимание. Сегодня на возобновляемые источники энергии приходится четверть мирового производства электроэнергии. По прогнозам, к 2050 году этот показатель достигнет 80%. Мы поставили задачу довести долю альтернативной энергии в Казахстане до 30% к 2030 году. Казахстан умеет и имеет все возможности для выращивания сельскохозяйственных культур, но переработка сырья все еще не на должном уровне. Поэтому в агропромышленном секторе новые задачи поставлены перед недавно назначенным министром сельского хозяйства Умерзаком Шукеевым. Кардинальное увеличение производительности труда и рост экспорта высококачественной готовой продукции. Необходимо оказывать всестороннюю поддержку сельхозкооперативам. Государство совместно с бизнесом должно находить стратегические ниши на международных рынках и продвигать отечественную продукцию. Интенсификация сельского хозяйства должна происходить с сохранением качества и экологичности продукции. Это позволит создать и продвигать бренд натуральных продуктов питания, сделанного в Казахстане, который должен стать узнаваемым в мире. В стране продолжат строить, ремонтировать и реконструировать автомобильные дороги. Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность увеличения финансирования этой сферы в среднесрочной перспективе до 150 миллиардов тенге в год. Сегодня через Казахстан проходит несколько трансконтинентальных коридоров. Об этом немало сказано. В целом транзит грузов через Казахстан в 2017 году вырос на 17% и составил почти 17 миллионов тонн. Стоит задача довести ежегодные доходы от транзита в 2020 году до 5 миллиардов долларов. Это позволит в кратчайшие сроки вернуть затраченные государством средства на инфраструктуру. Растет обеспеченность квадратными метрами жителей страны. Благодаря реализуемым государственным программам собственное жилье появилось у десятков тысяч казахстанцев. Ежегодно в республике сдают порядка 10 миллионов квадратных метров. Но и это еще не предел. При выполнении этой задачи важно применять новые методы строительства. Современные материалы, принципиально иные подходы в проектировании зданий и планировании городской застройки. Нужно установить повышенные требования к качеству, экологичности и энергоэффективности зданий. Строящиеся и уже имеющиеся дома и объекты инфраструктуры необходимо оснащать системами интеллектуального управления. А вот финансовому сектору нужна перезагрузка. Президент в своем послании поручил Национальному банку быть жестче и действеннее в отношении финансовых институтов, которым, в свою очередь, нужно завершить очистку портфелей от плохих кредитов. Государство будет и далее гарантировать соблюдение интересов простых граждан. Нужно ускорить принятие закона о банкротстве физических лиц. Кроме того, поручаю Национальному банку окончательно решить вопрос по валютным и потечным займам населения, которые были предоставлены до 1 января 2016 года, когда законодательно был введен запрет на их выдачу физическим лицам. Самое большое внимание в послании глава государства уделил социальной сфере. Ведь в процессе модернизации, в первую очередь, важны не столько оборудование или новые технологии, а человеческий капитал. Ну а чтобы быть конкурентными в четвертой промышленной революции, нужно адаптироваться к изменениям и хорошо усваивать новые знания. Этому будет способствовать создание детских технопарков и бизнес-инкубаторов со всей необходимой инфраструктурой. В дошкольном образовании к 1 сентября 2019 года необходимо внедрить единые стандарты программ для раннего развития детей, развивающие социальные навыки и навыки самообучения. В среднем образовании начат переход на обновленное содержание, который будет завершен в 2021 году. Это абсолютно новые программы – учебники, стандарты и кадры. Необходимо обновить программы обучения в техническом и профессиональном образовании с привлечением работодателей и учетом международных требований и цифровых навыков. В высшем образовании нужно увеличить число выпускников, обученных информационным технологиям, работе с искусственным интеллектом и большими данными. Важным вопросом Нурсултан Назарбаев назвал обеспеченность и качество подготовки медицинских кадров, а использование новых технологий в этой сфере должно стать в нашей стране обыденным явлением. В том числе речь идет о генетическом анализе и искусственном интеллекте. Доступность и эффективность медицинской помощи нужно повышать через интеграцию информационных систем, использование мобильных приложений и электронных паспортов здоровья. Нужно усилить управление общественным здоровьем, пропагандируя здоровый образ жизни. Особое внимание следует уделить охране и укреплению репродуктивного здоровья молодежи. Следует переходить от малоэффективной и затратной для государства диспансеризации к управлению основными хроническими заболеваниями с применением дистанционной диагностики, а также амбулаторного лечения. Этот опыт давно есть в мире. Нужно смело и активно его внедрять. В ближайшем будущем население будет все больше и больше вовлекаться в решение вопросов местного самоуправления. С нынешнего года в населенных пунктах, где проживают больше двух тысяч человек, уже внедрен самостоятельный бюджет. С 2020 года эти нормы будут действовать во всех городах и селах, что позволит жителям самостоятельно решать, на что тратить бюджетные деньги в первую очередь. Необходимо более полно раскрыть потенциал эффективности государственной службы в регионах через повышение их экономической самостоятельности и ответственности. В целом, фокус региональной политики следует перенести с выравнивания расходов на стимулирование роста собственных доходов региона. В частности, одним из перспективных источников для любого региона является развитие въездного и внутреннего туризма, создающего сегодня каждое десятое рабочее место в мире. В стране продолжат бороться с коррупцией, невзирая на чины и заслуги. В свою очередь, будет продолжена и работа по укреплению гарантий конституционных прав граждан, обеспечению верховенства права, гуманизации правоохранительной деятельности. В законодательство внесены нормы, предусматривающие усиление защиты прав граждан в уголовном процессе, снижение его репрессивности, расширены права адвокатов, а также судебный контроль на досудебной стадии, разграничены полномочия и зоны ответственности правоохранительных органов. В этом году Астана отмечает 20-летний юбилей. Проблемы растущего мегаполиса могут эффективно решить современные технологии. В этом отношении в ближайшее время столица станет эталонным стандартом умного города, опыт которого начнут перенимать остальные регионы. Нужно комплексно внедрять управление городской средой на основе концепции «Смарт-сити» и развития компетенции людей, переселяющихся в город. В мире пришли к пониманию, что именно города конкурируют за инвесторов. Они выбирают не страну, а город, в котором комфортно жить и работать. Обращение главы государства к народу по своему содержанию стало, пожалуй, самым высокотехнологичным за последние годы. Практически в каждом из пунктов послания Нурсултан Назарбаев поставил задачи по внедрению в жизнь страны инновационных современных разработок, без которых невозможно конкурировать с развитыми странами мира в условиях четвертой промышленной революции.